мы тоже делаем средние несколько лет слава богу все есть контакт константа в жизни да есть есть в жизни константа так секундочку включаем facebook мы поколение фейсбука выросли на фейсбуке можно сказать да хотя я еще помню когда фейсбука не было кто помнит время когда не было фейсбука она была совсем недавно мир на наших глазах кардинально изменился и будет меняться дальше я вам точно говорю то есть есть единственная из константа в этом мире что все меняется все меняется вы готовы к изменениям вот уже такого как раньше было не будешь ты родился значит планируешь свою жизнь на там как бабушки вот получил профессию бухгалтер мол все будет нормально сейчас вообще не все будет нормально сейчас получи профессию какой-то и вообще это ни о чем не говорит муж эта профессия может не быть уже через несколько лет этой профессии может вообще не быть уже поэтому сейчас конечно не просто стала стала сейчас не так просто как было раньше а намного проще сейчас намного проще потому что тот кто живет в доме бога как мы с вами стремимся то ему нечем вообще волноваться то есть чего волноваться всевышний то не меняется даст бог день даст бог пищу значит главное быть с богом хороших отношениях все а мы продолжаем изучать качество любви то есть здесь мы изучаем книгу путь называется путь праведников и в этой книге в этой книге путь праведников разбираются все качества которые есть у человека в душе и в какой мере как эти качества применять да вот мы сейчас изучаем как раз про качество и мы дошли до качества любви и вот мы уже остановились на любви ко всевышнему и значит а мы дошли до любви от всевышнему то есть мы поняли уже какую вещь что любовь которая есть у человека в принципе да у она направляется обычно на семь различных направлений значит есть семь обычных обычных направлений теперь если не израсходовать эту любовь на эти семь направлений то это любовь которая уходит в пустоту потому что ты соединяешься с тем что чем не можешь насытиться че что тебя не наполняет по-настоящему получается что человек который тратит свою любовь вот в эти вот семь направлений он на ставить себя в зависимость от объекта своей любви и ему значит в итоге не хорошо теперь мы разобрали как правильно уделять этим семи аспектам любовь чуть-чуть надо там оставить то есть не зря есть у человека тяга к этим семи аспектам любви но главное значит всю силу надо направить на всевышний вот мы дальше продолжаем изучать кто служит всевышнему ради любви к нему это самая важная глава среди всех качеств поэтому просто буду читать и будем вместе разбирать она самая длинная уже четвертый урок мы про любовь до четвертого урока мы про любовь значит в сейчас секундочку нет очки очков нету ладно кто служит всевышнему ради любви к нему изучает тору занимается исполнением заповеди идет путями мудрости не ради того чтобы избежать беды и не ради того чтобы получить добро а именно идет поистине значит что это самое высшее он становится на ступень авраама любящий меня это может проходили мне кажется да теперь дальше он говорит такую вещь что тот кто любит всевышнего как вообще как любить всевышнего что такое любовь ближе всего был для примера так как тору изучали в основном мужчины в то время эта книга написана около тысячи лет назад это пример идет такой что есть такая любовь к женщине которая как болезнь что значит любовь женщине как болезнь когда разум не может освободиться от любви к этой женщине от мысли о ней и он думает о ней когда садится когда встает когда ест и пьет так вот любовь ко всевышнему в сердцах любящих его еще больше и сильнее и это вот должно прийти к пику пик это когда шмай строили то что мы говорим возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей и всеми силами твоими да это как болезнь такая теперь но но что это дает человеку если любовь к женщине болезненная что она ему дает зависимость и что эта женщина ему в ответ может дать ну по большому то счету что она ему может дать адон он он и любит там он прямо не спит ночами все что он от нее хочет что она ему может в ответ дать эта женщина да ничего ну кроме там каких-то возможностей с ней соединиться на несколько минут там часов я не знаю насколько всевышний наоборот да всевышний когда ты его так любишь сильно то в этот момент в этот момент у тебя получается с ним соединение со всевышним и душа душа человека которая часть всевышнего которая засунута в вот эту вертикально ходящую лужу и тело животного вот эта душа когда ты любишь всевышнего она наполняется невероятной силой это то что просил царь давид у бога он говорит одну вещь опросил находиться в доме бога все дни жизни своей в элих азот бы но машем видеть приятность бога да вот этот вот сияние и тогда человек получает огромное наслаждение вэли вакер бейхало и значит проведывать по его пространство по его дворцу я вот как раз я никогда не понимал зачем люди учат каббалу мне было вообще это непонятно вот всю мою жизнь я просто удивлялся и на них смотрел как но как на малеха не в себе да зачем ты учишь учи практически вещи практика вот есть там например то что мы с вами изучаем это называется моральная дисциплина когда ты исправляешь свои качества характера когда ты становишься счастливы у тебя хорошее отношение с людьми с собой с богом то есть у тебя ты прям чувствуешь сразу вот этот вот эффект от правильности своих действий до ты начинаешь управлять собой своей жизнью с помощью интеллекта это то что мы изучаем называется это второе направление мусар мусар это нравственность нравственность это когда ты стану свое животное оставишь под контроль тора божественного божественного знания а каббалу я не понимал зачем они учат свирот мир и там какие-то вещи абсолютно не конкретные непроверяемые не ну то есть прямо изначально каббала это устройство духовных миров духовные миры непостижимы органами чувств поэтому любое описание того что там происходит оно в принципе не является никак это чистая абстракция вот чистая абстракция я не понимал зачем она нужна пока вот час мы с вами вместе не дошли до этой главы я понимаю теперь что чек который он хочет постигнуть познать всевышнего вот тут написано так что когда человек постигает всевышнего возможно любить всевышнего лишь путем познания его и соответственно познанию будет и любовь получается если познания немного то и любви немного если познания много то и любви много получается что те люди которые изучают каббалу которые хотят познавать всевышнего в его самых таких вот непостижимых проявлениях да то что в духовном мире происходит значит они тем самым познавая всевышнего они проявляют свою любовь усиливает свою любовь и они получают от всевышнего такой уровень удовольствия который людям простым даже не снился то есть вот получается и ответ зачем люди учат каббалу у меня лично теперь он есть то есть они на уровне ощущений на уровне души они испытывают такое удовольствие которое в этом мире другими способами никак не достижимо и они усиливают получается силу своей души потому что те кто по-настоящему учат каббалу не какую-то там то что называют каббалой потому что есть много людей которые преподают вообще непонятно что называют а каббалой это вообще не каббала это какая-то значит есть я когда вот хочу метафора до такой показать людям что насколько можно словами вводить в заблуждение я вот людям говорю вот смотрите я веган например они говорят как ты что мясо не ешь я говорю ем мясо но я веган большую часть времени я веган то есть я же ем мясо то может быть 10 минут в день ну полчаса в день я ем мясо и том ну можно всего там иногда два раза в день я ем по полчаса до час всего но 24 часа если в день значит час это 23 часа то я не ем мясо в день начали веган они говорят не веган это не не ты я говорю нет я настоящий веган вот те как я реформированный реформист и веган современный инновационный веган а те которые называют себя веганами то устаревшие веган и то есть люди говорят не на что то ты здесь подменяешь понятие говорю вот тоже самое стора да есть классика есть stora которая не меняется есть в каждом поколении которые пытаются стать инновационными равинами которые пытаются это все исказить пытаются там добавить и так далее вот тоже самое теперь каббала настоящая, ее учат люди, которые, мужчины после 40 лет, которые выучили всю Тору, и всю Тору соблюдают, и только после этого, если они соблюдают вот этот базовый уровень, весь базовый уровень, который обязательно надо соблюдать, после этого они могут подниматься вот в эти духовные миры безопасно, потому что все остальные или это возводят под, знаете как, Маша приехала в Москву, и ей показывали в Москву, но кроме бани она ничего не видела, сауны, бани там, так вот то же самое, те, которые преподают кабалу, значит есть курсы кабалы такие, и они говорят, вот мы сейчас будем с вами учить кабалу, там онлайн, то есть это все как сауны и бани в Москве. Хорошо, друзья, двигаемся дальше, значит любовь к Всевышнему, она идет следом за познанием Всевышнего, и значит любив сейчас, сейчас будет все, размышляя об этом, человек видит его мудрость, неоценимую и беспредельную, и человек наполняется любовью к Создателю, и прославляет его, и благодарит его, и в этот момент, как говорил царь Давид в псалмах, душа моя жаждет Всевышнего, Бога живого. Думая об этих вещах, человек потрясен, он видит все в истинном ракурсе, он видит величие Творца, настолько это все продумано. Я вчера, значит, остановился, рассматривал цветочек, да, один цветочек он так устроен, другой цветочек устроен по-другому, третий по-третьему, тут ползет, значит, вижу, червячок такой ползет, беленький, он такой, ползет, он же не видит, куда ползти, он так все время прощупывает себе путь и ползет по краешку листа, оп, перелез на следующий листик. Вся система запрограммирована, работает, все друг с другом соединяется, пересекается, значит, это же удивительно. И говорил царь Давид в псалмах, вот так он говорил, ибо вижу я небо, созданное тобой, и что еще, что ты помнишь о нем. То есть он удивлялся, как Творец Мироздания еще и помнит о человеке. И в этот момент, когда он думает о Всевышнем, размышляет о Всевышнем, познает Всевышнего, ходит на уроки Торы и так далее, в этот момент у него пробуждается любовь ко Всевышнему, потому что он, у него есть намерение, познавая, соединяться со Всевышним. И когда он познает творение Творца, когда он видит и благодарит, это то, что мы с вами уже прошли, как бы для нас это уже пройденный этап, но это принципиально важный этап пробуждения любви ко Всевышнему. Когда ты благодаришь Всевышнего, когда ты вот просто смотришь и думаешь, как круто, что я могу пальцами шевелить, да, как круто, что я могу там слышать, видеть, какой кайф, что я могу вот так вот просто там даже сидеть и настолько, вот кот, например, да, он ходит по улице, коту надо там еду искать, а я, значит, открыл холодильник, у меня есть еда, спасибо Всевышнему, что я не кот. Уже приятно. То есть, когда человек, вот он начинает размышлять о том, как Всевышний, вообще мудро все сделал и благодарить Всевышнего за то, что он ему дал человеку, в этот момент пробуждается любовь ко Всевышнему. Значит, дальше. Есть такое понятие, как страх перед Всевышним. И что такое страх перед Всевышним? Всевышнего следует бояться, подобно тому, как человек, любящий свою жену, боится сделать что-либо против воли любящей жены, чтобы не утратить ее любви. Также любовь создательная. Значит, ее искры, искры огненные, и да убоится человек приступить к его заповеди, дабы не утратить любовь Всевышнего. Как сказано в Таилиме, в псалмах говорил царь Давид, он говорил так, что служите Всевышнему со страхом и значит, радуйтесь, но при этом, чтобы у вас был трепет такой, когда страшно. Вот такая радость, когда страшно. Значит, от великого страха перед Создателем радуйтесь исполнить его желание. И значит, и эта любовь пребывает в том, кто прилагает силы, чтобы исполнить все заповеди, как положено, по их законам и уставам. Ибо не знающий заповеди, которые ему заповедал Творец всего, не называется любящим полноценно. Поэтому пусть человек любит все заповеди, которые приведут его к любви ко Всевышнему. Благословен он и благословенное имя его и поступающему так хорошо в этом мире и хорошо в мире грядущем. Все. Вот это вот очень важная такая вот глава была у нас. Мы сейчас наполнились, можно сказать, узнали, узнали о любви ко Всевышнему. И когда мы узнали, значит, о любви ко Всевышнему, теперь надо эту любовь усиливать, проявлять и культивировать себе. Потому что человек, который наполнен любовью внутри, он, это другая жизнь совсем, да? Вот большинство людей, они наполнены какой-то ненавистью. У нас, кстати, следующая глава будет, завтра мы будем изучать. Называется она «Врата ненависти». Мы изучим качество ненависти, как оно вообще работает. «Врата ненависти» прямо называется, следующая глава. Так, человек, который наполнен любовью, то он как бы, он живет в раю. У него внутри любовь, он туда посмотрел любовь, сюда посмотрел любовь, глаза закрыла любовь. То есть, у него вообще полный кайф. Он расслабленный, он довольный, он счастливый, у него хорошее здоровье, у него хорошее отношение с окружающими людьми, у него хорошее отношение со Всевышним. Он живет уже здесь, человек наполненный ненавистью, с точностью наоборот, ему не хватает, ему плохо, он, значит, он все время ему плохо, он все время что-то ищет. Я помню, недавно, значит, мы снимали видео для YouTube-канала, сейчас выходит, кстати, новая серия моих видео, там очень, я рассказываю интересные вещи про счастье на обычном YouTube-канале. И режиссер, девушка, она находится на Бали, как раз, я поэтому много там упоминаю Бали, потому что она все время задавала вопросы. И вот жизнь ее, например, режиссера, или жизнь тех людей, которые уезжают, или ездят, они все время ищут, то есть, им плохо внутри, они пытаются заполнить это плохо, заполнить чем-то, какими-то событиями, какими-то движениями, все. Отношения, у них наступают отношения, они ищут отношения из состояния боли. Им больно, они ищут кого-то, кто на период вот этого вот гормонального взрыва, как будто бы снимает им боль, да, как наркотик, потом они возвращаются в нормальное состояние, и опять все им не хватает, все их бесит, и так далее, то человек, которому плохо внутри, он не может построить хорошую жизнь, это нереально. И поэтому надо начинать с того, чтобы выстроить свой внутренний мир. Значит, то, что царь Давид просил, он говорит, одну вещь просил для Бога, да, сидеть в доме Бога все дни жизни моей, лихазот бноамашем, наблюдать за добротой Всевышнего, за этим сиянием, и левокер бехало, там путешествовать по его, значит, дворцам. Но когда он делал только взгляд вокруг себя, что он видел? Он видел сына, который, один его сын от одной жены, он убил сына от другой жены, тот сын от одной жены изнасиловал сестру от другой жены, значит, потом сына, который убил того, он убежал, потом он этот Давид его вернул, а в шалом пошел войной на отца, война, значит, то есть, вся его жизнь вокруг, люди-то, если бы все вокруг стали любящие, добрые, хорошие, было бы вообще рай на земле, но человек, который, он себя культивирует, любовь, все у него хорошо, тут бах, там, какой-то маньяк, такой, да, убийца, который, он, значит, начинает седьмого октября, там, это, это, знаете, везде, вокруг, конечно, тяжело, поэтому царь Давид говорил так, он говорит, он говорит, даже если я буду идти долиной смерти, он говорит, со мной зла не будет, ты со мной, он говорит, то есть, как только я присоединяюсь ко Всевышнему, как только я понимаю, что весь этот мир материальный, это только проекция и следствие, а настоящая жизнь, она в духовном мире, я понимаю, что так или так, все потом туда придем, хорошие люди попадут в рай, плохие люди исчезнут, средние попадут в начале в ад, чистилище их души, потом попадут в рай, это еще хорошо, если человек удостоился ада, значит, есть еще шанс, что он потом попадет в рай, понятно, то есть, и, конечно, мы не можем контролировать внешние события, нет у человека такой силы, ни у кого, но мы можем хотя бы попытаться исправить свой внутренний мир, наполнить его любовью, счастьем и, значит, правильными действиями, потому что Тора нас учит не только, не только она учит нас любить Всевышнего и любить людей, она учит нас в конкретных ситуациях, как поступать, и как раз об этом это Мишли, притча царя Соломона, вот лучше всего изучать, значит, у нас есть для партнеров, для спонсоров, кстати, есть отдельный урок ВАИКР, который помогает развивать всю эту систему ВАИКР, платформу ВАИКР, в 12 сегодня урок, мы изучаем, есть очень много практического применения Торы, как правильно жить в этом мире, чтобы, чтобы в условиях, которые уже создали сами же люди, то есть, Всевышний, он дал возможности, он всем нам дал возможности, он нас любит, он ждет, что мы исправимся, он ждет, что дает возможности, дальше тот мир, в котором мы живем, это свобода выбора людей, у каждого из нас есть личная свобода выбора, и у людей вместе, там, страна выбирает правителя, значит, правитель выбирает уже, как ему вести, там, свои дела, но получается, помните, это было известно выражение, что каждый народ достоин своего правителя, получается, что народ выбирает правителя, правитель, через правителя, потом на народ возвращается то, что сам народ своими выборами заслуживает. И Тора нас учит, что каждый человек должен рассматривать себя так, каждый человек. Как будто бы от него сейчас зависит судьба мира. Если человек выбирает в сторону добра, то он перевешивает весь мир в сторону добра. Каждое действие одного человека может перевесить в духовном мире в данный момент ситуацию на более позитивную. Поэтому лучше всего в себе культивировать добро, шалом, шалом внутри, шалом с близкими. И будет тогда шалом во всем мире, что в принципе мы все и хотим. Потому что настолько приятно, когда вокруг мир, когда все друг другу улыбаются, когда можно свободно летать из страны в страну. Это же кайф какой, да? А почему этот кайф обычно заканчивается? Потому что кому-то чего-то не хватает. И тот, кому чего-то не хватает, он начинает ломать жизнь всем остальным. И вот это вот серьезная проблема. Потому что обычно народу в наше время, да, мы живем в самую такую комфортную эпоху. В принципе большинству людей хватает. Я помню, когда начался Майдан, я очень удивлялся. Я думал, что не хватает? Ну так же все хорошо. Что не хватает? 2014 год. Мне было вот просто интересно тогда. Я не ходил на Майдан. И я как бы, я просто наблюдаю, да, у меня есть, главная жизнь моя, это Тора. Значит все, я со Всевышним, то есть я в политике не участвую. Но мне было интересно, почему там у меня друзья, все пошли на Майдан, сотрудники компании. Я тогда жил в Киеве, в трех километрах от Майдана. И я очень удивлялся, думаю, что чего не хватает? Нет, все, мы должны изменить ситуацию к лучшему. И вот-вот мы сейчас с 2014 года все улучшаем ситуацию, все улучшаем, все лучше и лучше становится. Потому что когда-то кому-то чего-то не хватало. Это очень, как бы такая схема, ну она действует везде, и в Украине, везде, во всех странах. Все проблемы начинаются, когда человек перестает ценить то, что у него есть хорошее, перестает благодарить за добро, включает вот эту ненависть. Если дальше искра, она от одного к другому, от второго к третьему, от третьего к десяти, от десяти к ста, от ста к тысяче, и потом, оп, одна тысяча, один процент на сто тысяч, если тысяча, она заражены ненавистью, они могут испортить жизнь ста тысячам, ста миллионам и всему миру. Поэтому точно так же, как говорил равно Вайнберг, он говорил так, что если один человек, вот Гитлер, чтобы стерлось его имя, он мог уничтожить шесть миллионов, значит один человек может и спасти. Был такой, кстати, Вальдемар Хафтин, который изобрел вакцину от холеры и от чумы, и на себе ее попробовал. Он был религиозный еврей, и он, представляете, индусов, которые умирали тогда от холеры, их уничтожит. Поэтому будьте тем человеком, который спасает вначале себя, потом вокруг себя начинает распространять добро, и дальше это добро перевесит зло, и в мире будет мир, и все будет хорошо. Все, всем хорошей недели с Божьей помощью, чтобы все было хорошо. Да, всем счастливо, пока.